Всероссийский день призывника отмечает все будущие солдаты с 1998 года. В России призыв в армию осуществляется два раза в год – весной и осенью. В первую очередь будущий солдат, а ныне призывник, должен пройти медицинское освидетельствование. В Конаковском военкомате на данный момент активно проходит осенний призыв. На сегодняшний день медкомиссию прошло 300 юношей и 120 из них призваны на службу. А уже в эту пятницу первая группа будет отправлена в один из элитных видов войск России – президентский полк. А в октябре этого года юноши Конаковы побывали на областном дне призывника в Твери, где им показали казармы и накормили настоящей солдатской кашей. Очень хорошая программа была. Посмотрели они и казармы, и службу, и автоматы поддержали, и технику им показали, и в солдатской столовой их покормили. В общем, день такой насыщенный был, ребята очень довольны. Вот ездили у нас те, кто сейчас призывается в этот призыв, и те ребятки, которым идти служить на следующий год. Как отметила Елена Орлова, количество желающих служить в армии с каждым годом растет. Но одной из главных проблем в каждой призывной кампании остаются уклонисты. Теперь им грозит не только штраф и административная ответственность. Вам все равно, рано или поздно, придется прийти в военкомат. Но будет вопрос уже стоять, что вместо военного билета вы можете получить справочку с записью. Не прошел военную службу по призыву по незаконным основаниям. Соответственно, работа в органах власти, на крупных предприятиях, как государственных, так и малого и большого бизнеса, так скажем. Дорога будет туда закрыта. А пока включительно до конца стеннего призыва, который закончится 31 декабря, в военкомате будут нестихать телефонные звонки. Ведь звонят как и новобранцы, так и их родственники, чтобы узнать все интересующие вопросы по будущей солдатской жизни.